здравствуйте друзья письмецом мне и моему мужу 23 года мы фрилансеры тестировщики на ютесте смотрим ваш канал с 12 года мама родная с 18 смотрит и благодаря вам начали изучать тестирование мы с мужем знакомы еще с 12 лет у нас очень много общего в том числе огромная мечта переехать жить в америку точнее я бы сказала что переезд это способ которым мы бы хотели осуществить нашу огромную мечту 18 лет мы занялись бизнесом открыли салон по продаже окон и дверей и заодно учились в университете нам никогда не доводилось работать на кого-то мы всегда стремились к финансовой независимости и у нас были грандиозные планы относительно своей жизни но когда настала война мы были вынуждены приостановить свою частную деятельность и стали искать что-то новенькое так и попали на ютест я только не понял где они живут правда так играем два года в гринкарт лотерея но безуспешно прекрасно понимаем что переехав в америку нам будет необходимо поработать по найму и это вовсе не проблема если мы могли сразу пойти на легальную работу но так как выбора у нас как такового нет нам нужно настраиваться на нелегальную в связи с этим возникает множество вопросов получается так что мы хотим поменять страну на ту в которой работают и соблюдается законы на ту которая в корне отличается своими ценностями от нашей и вдруг чтобы начать жизнь в америке ребятам которые стремятся жить честно так дилемма такая честно стремятся нужно начинать жизнь каких-то нелегальных работ звучит это очень страшно почему они не легальны работодателям есть что скрывать ну и работодателям есть что скрывать да они не должны нанимать людей нелегально да а тем кто не имеет права на работу они не должны работать нелегально но как бы так вот это мелкое нарушение такое мелкое или там работают какие-то неблагополучные люди которые нарушают законы и прибывшим иммигрантам приходится какое-то время находиться в таком обществе вот такие же как вы точно и ничего страшного как вообще можно получать нелегальный доход в стране где за неуплату налогов можно сесть в тюрьму разве при легализации не спросят как и на что вы жили в нашей стране до того как пришли к нам за разрешением на работу как вообще можно получать нелегальный доход в стране где за неуплату налогов можно сесть в тюрьму разве при легализации не спросят как и на что вы жили в нашей стране до того как пришли к нам за разрешением на работу и так далее очень многие люди проходят такой путь люди которые очень умные перспективные, я бы сказала, сливки общества, уезжающие из своих стран в поисках лучшей жизни, и кажется, что это единственно верный путь, но будучи еще здесь, в голове не укладывается, что конкретно переживают эти люди. Может быть, все на самом деле проще, чем нам кажется? Если да, то будьте добры, разъясните подробности, пожалуйста. Этот вопрос волнует не только нас, но и людей постарше, наших родителей, например. С одной стороны, они волнуются за нас, хотя полностью поддерживают нас в наших планах и целях, а с другой, рассматривая переезд как свою цель, они волнуются за свои жизни, ведь готовы пожертвовать всем тем, что сейчас у них есть. Работа, дома, близкие люди. Нам очень нравится Техас. К Хьюстон, соотношение доходов и расходов, на наш взгляд, очень оптимальное. Так, а также мягкий, приятный климат. Мы без ума от одноэтажной Америки, так как сами, с небольшого городка, и ехать в мегаполис, такой как Нью-Йорк, например, очень не хочется, хотя все говорят, что новичкам лучше ехать туда. Как быть в такой ситуации? Ехать, как все, в Нью-Йорк или следовать за своей мечтой в Хьюстон, учитывая то, что уровень нашего языка средний? Можем ли мы со спокойной душой ехать в Хьюстон и быть уверенными в том, что мы сможем найти там нелегальную работу? Какими качествами должен обладать иммигрант, чтобы иммиграция прошла успешно? И как вы относитесь к нелегальной иммиграции с последующей легализацией, если другого выбора не остается? Очень бы хотелось узнать ваше мнение. Заранее благодарю. Ни имени, ни города, но, в общем, он и она. Короче, поехали. Ну что же, друзья, будем смотреть на дорогу, чтобы нам солнышко не слепило. Камеру. Надо сказать, что не только вот ребятам, которым 23, и их родителям, которым, может быть, еще там 23, 4, 5, но даже вот мне, которому там, можно сказать, за 60, хорошо понятны эти вопросы. Более того, я могу сказать, что у меня не было ответа четкого на эти вопросы до некоторого момента, который состоял в том, что мы разговаривали с иммиграционным адвокатом Андреем Романенко. И если вы пойдете на плейлист на нашем канале, который называется «Политическое убежище», вот он там в самом начале и представлен. И он неохотно, неохотно отвечал на этот вопрос, ответил так, я как бы фактически его додавил там, да, немножко, немножко. Он так, ну, я ему тоже говорю, ну вот все-таки, как же так получается? Человек приходит получать политическое убежище, ну, уже когда на разговор приходит. И получается, что он как бы два раза не совсем, как бы, кошерно, так сказать, себя вел. Значит, первый раз, когда он сказал, что дайте мне визу, я хочу посмотреть Ниагарский водопад. А потом приехал и подал на политику. Получается, что он как бы неправду сказал, что очень предосудительно, с точки зрения не только нравственной, но и законной. Следующий момент, он где-то должен был там 6-7-8 месяцев, пока получил разрешение на работу. Он должен был где-то работать, он же жить как-то должен. Значит, он подрабатывал там нелегально, ему не скажут, а как же, вот тот же самый вопрос, что, да, девочка спрашивает. Говорит, как же ты, жил в нашей чистой такой стерильной стране, такой весь с микробами. И он, в общем-то, ответил на этот вопрос. Он говорит, ну да, это все правда, но есть как бы более высокого приоритета вещи. Более высокий приоритет состоит в том, что когда тебе угрожает, там, ну твоей жизни угрожает опасность, то, ну да, ну ты соврал, но ты соврал во спасение, так сказать. И вот приехал в США. Да, когда ты приехал в США, и у тебя нет разрешения на работу, ты, опять же, во спасение е, потому что ты должен как-то жить, ты должен питаться, я извиняюсь. Вот, так уж, по мелочи-то, если. И не только питаться, и у тебя еще дети могут быть, и так далее. Значит, как-то же надо жить. Ну да, не очень хорошо, вот там вот нарушил там чего-то, это правда. Ну, ну что делать? То есть, как бы, получается такая история, что есть правда, такая прямолинейная в лоб правда, это то, о чем девочка говорит, а есть правда более высокого уровня, и она тоже правда. Вот как бы так получается, да, то есть есть соображения разного порядка, и как бы вот эти одни соображения как бы побивают другие соображения, хотя и те, и другие как бы, ну, легитимны, да, то есть можно задать этот вопрос и искать на него ответ. Значит, с точки зрения налогов и с точки зрения работы без разрешения, значит, нелегальность состоит в том, что нет разрешения на работу. Вот в этом, да, когда, я говорю, что там нелегально? Нелегально работать без разрешения, нелегально нанимать людей без разрешения. Вот, как бы и то, и другое является нарушением закона. Ну, таким, как бы это мелкое такое нарушение, там, оно незначительное. За это в тюрьму не сажают нелегалов. Там, если ты от серьезных налогов уклоняешься, от суммы зависит, и так далее, это другой разговор. Но, что касается вот там нелегально работающего за 3 копейки человека, там такого нет, чтобы его сажали. И вообще, как бы сейчас за это не преследует нелегалов, потому что они сфокусировались власть, сфокусировались на тех, у кого криминальный рекорд, а на этих они сквозь пальцы смотрят и говорят, ну ладно уже, пусть там. Руки не доходят пока. Так вот, о чем речь? Да. Есть разница между нарушенными законами. Есть два закона. Один закон говорит, что, значит, надо платить налоги, если зарабатываешь. А другой закон говорит, что если я разрешен на работу, то не работай. Есть два закона. Так вот, закон, который о том, что надо налоги платить, он гораздо более суровый. В том смысле, что неуплата налогов, это гораздо более серьезное нарушение. Поэтому каждый человек, находящийся в стране и не имеющий права на работу, может обратиться и получить номерочек такой. Он типа social security, но это не social security. Называется tax ID number. Tax payer ID. Вот, вам дают этот номерочек, и вы платите себе налоги. Тем самым вы уходите от вопроса о том, почему ты не платил налоги. Почему ты нарушал закон в форме неуплаты налогов. Вы можете, если как бы это вас реально беспокоит, вот, по сравнению со всеми остальными проблемами, то, конечно, можно заплатить налоги, это абсолютно легитимно. И если вас когда-нибудь спросят, а как же ты вот работал, как же ты тут жил, вы скажете, а я даже налоги вот платил. Очень многие нелегалы, которые здесь, вот, не на политику подают, а которые реально приходят из Мексики, живут тут годами, десятилетиями, там, и детей рожают, и так далее, у них разрешения на работу нет, они аккуратненько платят налоги. Многие, я не знаю про всех, но многие платят. Да. У меня вот студенты были, брали их на проект на один, ну, это уже давно было, значит, люди разрабатывали приложение такое, софтвор для расчета налогов в ситуации, когда нет разрешения на работу и нет social security номера. И вот специально было, значит, такое приложение. Очень успешный был проект. Я так смотрел, значит, скептически думаю, кто же его вообще купит, этот софтвор. А его покупают те, кто делает налоги за денежки, помогают. Вот эти tax preparers. Вот очень успешный был проект, такое вот дело. Значит, их много, они аккуратненько платят. То есть вот эта часть, как минимум вот эта часть, она устраняется. Значит, что касается того, что вот они там, как они получали визу, и то, что они работали, не имея разрешения на работу, ну, вот так. Вот так оно решается. Значит, не то, чтобы я как-то, знаете, я не пытаюсь вас научить этому, я просто пытаюсь объяснить, как происходит. Я вижу, что у людей какие-то моральные, такие нравственные там переживания. Я хочу сказать, что, в общем-то, Америка при всей своей, так сказать, пуританской истории там и так далее, она никогда не была страной стерильной. Она и сейчас не является страной стерильной. Здесь тоже воруют, здесь тоже берут взятки, здесь тоже врут налево и направо, в том числе под присягой. И, конечно, может быть, масштабы этого, несоизмеримость с тем, что вот вы видите у себя на родине там и так далее, но еще раз, страна никогда не была стерильной. Она вот такая вот была, как есть. Поэтому, может быть, идеализировать ее особо не надо. И я не хочу как-то кому-то навязывать какой-то этический там или нравственный стандарт. Вот, но какой у вас есть, такой у вас есть. Но если вы задаете вопрос, то я бы сказал так. Есть цена, которую вы платите за то, чтобы вот переселиться там из одного места в другое место. Как бы вот у вас есть какая-то мечта, светлая, чистая, хорошая мечта. Значит, вы... Вот есть какая-то цена. Но вот эта цена, она небольшая. Вам не нужно брать в руки оружие. Вам не надо стрелять по живым людям. Вам не надо грабить банки. Понимаете? Или там угонять отару овец чужую. И так далее. Ну да, так вам приходится совершать несколько мелких нарушений на уровне там, скажем, мелкого хулиганства. Так можно сказать. В юридическом плане. Ну да, ну да. Ну вот жизнь такая. То есть это как бы замыливается как бы процессом. Я вам, может быть, такую аналогию приведу. Я когда учился в Моистуте, у нас там была физкультура. Ну я не помню там, на первом курсе или на двух, на первых двух, не помню. Ну в общем была физкультура. Студенты эту физкультуру сочковали как могли. Ну то есть просто не приходили там, какие-то дела находились. Но в итоге, когда семестр кончается и надо там зачет какой-то получать, то... Ну вот физкультура входит, так сказать, в число. И там была система отработки. Ну вот я тоже так иногда прогуливал. И вот собрали нас там всех. И говорят, вот вас тут 30 человек. Значит, смотрим, сколько у вас пропусков. И говорят, вот минимальное количество пропусков там, допустим, у Сидорова. Это там 12 часов он пропустил. Значит, мы амнистируем 12 часов всем, кто есть, кроме Сидорова. Сидорова отпускаем. Так, и говорю, иди отсюда, Сидорова. Значит, мы твои 12 часов берем и амнистируем всех на 12 часов. А все, что больше 12 часов, будьте любезны вот, значит, отработать. И там журнальчик специальный заводится. И вот туда. К чему я это рассказываю? Действительно, пропустить 12 часов занятий, это нехорошо. Это не... ну, понятно, что нехорошо. Это нарушение. Это нарушение правил, законов, по которым работает учебное заведение, страна, там, коммунистическая партия, там, и так далее. Товарищ Брежнев. Это нехорошо. Но амнистируется. Понимаете? Вот то же самое происходит с теми нарушениями, о которых вы говорите. Да, это нарушение, да, это то, да, это сё. Но с учетом всего остального, что там есть, кроме вас, какие там еще проблемы бывают, вот, где и воруют, и убивают, и наркотики таскают, и, боже мой, чего там только нет. Вот эта вот вещь амнистируется. Не амнистируется на уровне закона, который говорит, всем амнистия, значит, там могут идти по домам. Нет. Но на практике амнистируется. На практике они закрывают на это глаза и говорят, заходи. Вот. Сидоров, вот тот Сидоров, которого отпустили с 12 часами прогулок, вот так же точно вас отпускают. Да, в целом мне нравится, что вы такие законопослушные, и как бы это всё, это очень здорово, это качество, которое вам здесь пригодятся. Вот, ну, как бы такая игра. Хьюстон. Ну, я честно скажу, такой мечты, как жизнь, жить в Хьюстоне, например, я понять не могу. С другой стороны, у меня, например, была мечта, вот в ваши годы, у меня была мечта жить в Австралии, в городе Аделаида. Если вы меня спросите, Миша, а почему Австралия и почему Аделаида, я не могу сказать ничего разумного, так сказать, в поддержку этой позиции. Ну, вот она была. Я никогда не был в итоге в Австралии, я никогда не посещал Аделаиду, я только песню написал, там, про это дело, там, вот, такую заунывную, там, «Город сынов моих Аделаида». Вот, но, понимаете как, она такая шуточная больше была, эта песня. Вот, может быть, у вас такая же мечта о Хьюстоне, там, я не знаю. Я против Хьюстона абсолютно ничего не имею, но, если вы из деревни, там, из маленького какого-то населенного пункта, значит, Хьюстон не село, абсолютно не село. Вот, и я бы его к одноэтажной Америке бы не отнес, конечно. Но если в пригороде, конечно, да, но пригороде, в пригороде Нью-Йорка вы тоже можете оказаться в одноэтажной Америке, если в пригороде. И совершенно как бы не обязательно, знаете, всю жизнь прожить там, где поселился в Америке первый раз. Вот уж действительно. Я когда смотрю, вот на ребят некоторые, у нас в школе студенты, и смотришь, он за пять лет, там, в семи-восьми штатах пожил, тут полгодик, там восемь месяцев, здесь год, и так далее. Люди ищут чего-чего так, Хьюстон даже не знаю. Я к тому это говорю, что не надо делать мечту, да, из такого бытового момента простого. Вот я вспоминаю иммигрантов, которые вместе с нами уезжали тогда из Советского Союза в 90-м году, и были люди, которые вот так же с придыханием, как вот я в этом письме читаю про Хьюстон, они с придыханием говорили о том, чтобы вот пойти в магазин и в очереди не стоять. Тогда очереди были большие. Собственно, в СССР всегда были очереди. Но вот, понимаешь, пришел в магазин, взял и без очереди. Понимаешь, ты представляешь, без очереди. А там кто-то ездил, рассказывал, там, редиска мытая, морковка мытая, понимаешь, мытая. Потому что они, в то время это все грязное такое продавалось в земле. Вот, и люди, вот это, они из этого делали, как бы, какую-то такую американскую мечту. В этом нет американской мечты. Мечта человека в самореализации. Значит, конечно, бывает, когда стреляют, бомбят и так далее, это немножко добавляется к этому кое-чего, но если вот так вот угрозы жизни нет, вот такой прямой, то дальше, значит, речь идет о самореализации. Ваша самореализация не зависит от того, будет это Хьюстон, Лос-Анджелес или там Нью-Йорк и так далее. Это гораздо больше, чем место, в котором вы поселились. Поэтому я бы в вашей ситуации, если вы собираетесь приехать и какое-то время нелегально работать и подавать на политическое убежище, значит, я бы на вашем месте ехал в такое место, где проще получать политическое убежище. Например, вот, скажем, у нас тут в Сан-Франциско два года ждут интервью, а в Лос-Анджелесе четыре, понимаете? Поэтому я бы тогда ехал в Сан-Франциско, а не в Лос-Анджелес. Например, вот из таких соображений. Я не знаю, как там в Хьюстоне с политическим убежищем, я не знаю, какая статистика в том офисе, значит, иммиграционной службы, которая обслуживает там Техас и вот конкретно эту часть там Техаса. Поэтому это вторичные, третичные, десятичные там степени важности факторы. Вот, а место вот я бы так и выбирал. Или, скажем, где есть друзья, к которым можно поехать и на первое время какую-то помощь получить. Вот, собственно, и все. Можем ли мы со спокойной душой ехать в Хьюстон, быть уверенными в том, что мы сможем найти там нелегальную работу? Я не знаю. Вот про нелегальную работу в Хьюстоне не знаю. Ну, наверное. Причем большой же город. Какими качествами должен быть иммигрант, чтобы иммиграция прошла успешно? Реалистичным должен быть иммигрант и мотивированным. Если вы будете иметь какие-то ожидания, которые потом не оправдаются, это будет трагедией. Вот, поэтому нужно быть открытым, не строить никаких иллюзий, не строить из маленьких каких-то факторов второстепенных американской мечты. быть открытым, работящим, честным, соображать немножко тоже неплохо, и образование еще никому не помешало и так далее. И как вы относитесь, я, к нелегальной иммиграции с последующей легализацией? Я отношусь хорошо, если человек хороший. Если человек нехороший, я думаю, зачем нам в стране нехороший человек, если у нас своих нехороших уже сколько хочешь есть? Вот так я отношусь. Абсолютно без возведения этой высокой нравственной проблемы в ранг еще более высокой и буквально, как сказать, неразрешимой, сокрушающей жизненные устои и так далее. Вот как-то так вот и отношусь. Да, я на самом деле могу сказать, что вот американцы вроде бы тут выросли. Не то, что вот как мы, там, где со всех сторон врут, мошенничают, прикидываются, хитрят. И тоже я могу сказать, что они достаточно спокойно относятся к каким-то вот мелким там, ну туда-сюда. Во всяком случае, если это с целью там какого-то личного обогащения у кого-то украсть или что-то, это к этому относится плохо. Но если вот, ну бывает ситуация такая, что деваться некуда, а цель-то у тебя хорошая. Ну, в конце концов, ну кем надо быть, чтобы, я не знаю, там осуждать других людей, у которых хорошая цель. Ну, я бы так сказал. Хотя, наверное, есть какие-то такие уж совсем идейные. Ну, в общем-то, большинство людей, как я это понимаю, они не столько идейные, сколько практичные. Давайте, камеру перевернул в свою сторону. Да, значит, практичные. И у каждого человека есть где-то вот планка какая-то, когда он говорит, вот это я могу, а это я не могу. И ломать себя не надо. Надо жить, как вот, как считаешь правильно, так и живешь. Еще раз, я вас не уговариваю и не пытаюсь подвинуть вашу планку ни в какую сторону. Я рассказываю, как я отношусь первое, как было спрошено. Я рассказываю, как я вижу, вот, все это происходит. Счастливо!